Привет, друзья! За несколько лет я много тестировал различных смарт-часов и умных браслетов. На какое-то время остановился, так как производители зашли в тупик. Сегодня на рынке появилась весьма интересная модель, которая меня очень заинтересовала, обрадовала и огорчила. Возможно, и вы что-то себе подобное искали. В обзоре умные часы DIGRO D01 на OS Android с HD-камерой и еще ряд привлекательных функций. Разбираемся, тестируем и в конце видео разыграем наушники. Поехали! По упаковке тут все просто. Обычный кубик без принта, есть только небольшая наклейка сверху о наименовании содержимом. Внутри помимо часов есть инструкция цветная по настройкам и использованию, магнитный кабель для зарядки, к которому уже прикрепилась отвертка, она необходима для установки сим-карты. Первое впечатление. Друзья, если честно, думал, будет что-то опять громоздкое, страшное, неудобное и так далее. Что зачастую бывает при покупке подобных китайских гаджетов. Но тут на удивление смотрится все довольно неплохо. Я выбрал с серебристым корпусом, в магазине есть еще полностью черные. Думаю, они будут смотреться строже и меньше выглядеть. Ремешок прочный, практически не собирает мусор и пыль. Также регулировок хватит на большинство объемов рук. И что еще заметил в часах, что такой вид застежки наиболее удобен. По эргономике все очень просто. Левой грани находится решетка динамика. С правой кнопка блокировки возврата выхода из меню. По центру расположили HD камеру, о ней немножко поговорим позже. Также присутствует здесь отверстие под микрофон. Обработка хорошая, края скруглены. С нижней части расположились датчики, считывающие показания сердцебиения. Контактная площадка для зарядки и крышка, которую необходимо открутить комплектной отверткой для установки сим-карты. Разбираем, внутри есть защелка, отодвигаем ее и устанавливаем сим-карту. В общем, все просто. Площадка имеет резиновую прослойку, так как эти часы имеют степень влагозащиты по стандарту IP67, как заявляет производитель. Но мы это проверим позже. Вес, ни много ни мало, 70 грамм. Характеристики. Работает устройство под операционной адаптированной системой Android 5.1.1. Установлен 4-ядерный процессор Mediatek MT6580 с максимальной тактовой частотой 1,3 МГц. На борту 1 ГБ оперативной и 16 постоянной памяти. Такие характеристики сейчас редко, но встречаются даже в смартфонах бюджетных, но не в часах. Забегая наперед, скажу, что данных параметров хватает с головой для комфортного использования. Дисплей – это еще одна особенность модели. Его диагональ 1,39 дюймов. Изготовлен по технологии AMOLED. И это очень круто, ведь мы получаем идеально черный цвет, насыщенные цвета и энергоэффективность. Разрешение 400 на 400 пикселей. Есть регулировка яркости и три пресета, что позволяет выбрать наиболее оптимальное решение для себя. В большинстве же случаев, чтобы разобраться с управлением и настройками, я сидел по 30-50 минут, пытаясь что-то разобрать, вникнуть, протестировать. В этом варианте все более чем просто. Так это ОС Android, то фактически запускается тот же смартфон, только в уменьшенном варианте. Долгим нажатием управляющей кнопки запускается устройство. По удержанию запускается под меню, где можно включить, перезагрузить, включить энергосберегающий режим и очистить кэш-памяти запущенных программ. Сколько сам не смотрел обзоры и не тестировал подобные устройства, фишка все же этих гаджетов – это часы, а точнее темы главного экрана. В большинстве случаев ограничилось все это 4-5 штук, а в некоторых и вовсе был один вариант. Тут же любителям покрасоваться или просто выбрать оптимальные свои параметры, считываемость информации, есть куда разгуляться. В базе хранится около десятка, плюс еще можно множество подгружать из онлайн-библиотеки. А за счет AMOLED дисплея все циферблаты смотрятся насыщенно, четко, в общем, как настоящие. В часах также есть датчики, благодаря которым при повороте руки экран будет загораться на несколько секунд, то есть кнопку нажимать не обязательно. По меню тут тоже все просто. Свайп вниз, отображается погода. Свайп вправо, уведомления, сообщения на сим-карте. При открытии шторки открывается новое подменю. Оно информационное, видим заряд батареи, время состояния и мобильной сети. Листая далее, открывается еще меню, в котором доступны быстрые настройки яркости экрана, подключение Bluetooth Wi-Fi и еще далее количество пройденных шагов. Из главного меню свайпом влево открывается, так сказать, рабочий стол и все функции. Контакты, телефон, смс, настройки, удаленное управление камерой смартфона, браузер, календарь, часы, встроенная камера, галерея, музыка, на часах и удаленное управление с диктофоном. Диспетчер файлов, поиск смартфона, погода, голосовое управление, плеймаркет, карты, YouTube и подменю о здоровье. В меню о здравоохранении доступны пункты измерения частоты сердцебиения и шагомер. Датчики работают достаточно точно. Информация может выводиться на главный экран о пройденном расстоянии и вашем пульсе. YouTube я скачал с плеймаркета сам. И реально работает, причем звук громкий и вполне можно что-то посмотреть или посерфить в интернете. Отвыкли уже от квадратных коробок китайцу, смотревших до конца конкурс на 200 рублей счет мобильного или Kiwi. Для победы вам всего лишь нужно поставить лайк на это видео, подписаться на мой канал и пишите комментарии или свои любые мысли по поводу этого устройства. Так что итоги подведем уже через неделю. Что касается совершения звонков и смс, тут все точно так же как и на обычных смартфонах. Я совершал звонки и звонили мне, слышимость отличная. Смс отображается без иероглифов, все на русском языке. Поддерживается голосовой ввод, но я установил первую попавшуюся мне русскую клавиатуру. В общем пользоваться как телефоном для звонка реально можно и это теперь не выглядит как кричалка с лагами и не пойми вообще о чем. Работает в общем хорошо, связь и слышимость также без проблем. Я думаю многим еще интересен вопрос про камеру. Заявлено мы получаем на выходе HD картинку и на деле оно так и есть, за исключением того, что частота кадров до 15 кадров в секунду. Хотелось бы минимум 24 или 30, но это уже и так большой прорыв, так как сейчас уже видно картинку и вполне можно что-то разглядеть. А ведь и на других устройствах подобного типа от камеры было только название. Звук записывает и также с этим проблем не возникает. Использовать в качестве диктофона, либо каких-то ваших других целях и задачах и это будет работать. По автономности. Установлен аккумулятор на 450 мАч. Мне при активном использовании и всех тестах, настройках, просмотре ютуба заряда хватило на один день, хотя батарея при активном экране тает на глазах. Но если использовать умеренно, то дня на два хватит, а если только в качестве часов, думаю и больше продержится. И в конце тестов я уже решился на проверку влагозащиты. Налил воды, опустил часы и совершил вызов. Производители заявляли, что они могут работать до 1-2 метра погружения под воду. Часы работать перестали. Происходит постоянная перезагрузка. Разобрал я и посмотрел, никакой влагозащиты по стандарту в них нет. Максимум защиты от брызг и пыли. Так что вот так я и остался без этих часов. Но и вам показал, что не всегда можно доверять китайцам. В остальном не обманули. Надеюсь вы меня поддержите хотя бы лайком, так как стараюсь всегда честно показать и протестировать все устройства. Что еще не понравилось, это автономность. Я понимаю, что и один день это хорошо. И понимаю, что больше емкости аккумулятор увеличит размеры в разы. Но это лично мое замечание. Возможно для вас это не проблема. Плюсов больше и уже эти часы вполне пригодны к использованию. Если у вас остались вопросы, пишите, постараюсь ответить. Рассказать еще можно много, но видео и так получается уже слишком длинным. Если решились на покупку, используйте кэшбэк, проверенный мною. Ссылка в описании. Можно еще сэкономить на покупке, причем не только из Китая. И теперь конкурс, в котором мы разыграем наушники от компании Xiaomi. Проверенные. Победители уже более сотни, которые оставили отзыв и фото своих призов. Можете посмотреть и почитать в моей группе ВК. А для победы вам нужно всего лишь поставить лайк на это видео. Подписаться на мой канал и канал спонсора. И написать любой комментарий. Возможно свои мысли по поводу данных часов. Итоги через неделю на втором канале и в группе ВК. Все подробности есть в описании. Скоро увидимся. Спасибо за поддержку и просмотр.